Дорогие друзья, очень скоро наступает священный для мусульман месяц Рамадан. Если вы упустили что-то из поклонения в прошлом году и желаете наполниться новым духовным опытом в Рамадан 2024 года, то досмотрите это видео до конца. По милости Всевышнего постараемся поделиться с вами полезными советами и лайфхаками. Всем удачи и благого нам всем поста. Месяц Рамадан является месяцем милости и прощения. Мусульмане всего мира с нетерпением ожидают его наступления. Есть множество действий, которые следует совершить, чтобы в полной мере подготовиться к приходу этого великого месяца. Предлагаем вашему вниманию пять основных действий. Первое. Искреннее покаяние. Рамадан для каждого из нас может стать новой точкой отчета. Это шанс начать новую жизнь с чистого листа. Стоит отметить, что покаяние для мусульманина обязательно в любое время. Но по причине приближения великого месяца еще более важно поторопиться с покаянием в грехах. Чтобы с началом благословенного месяца верующий смог полностью погрузиться в поклонение с чистым сердцем и душевным спокойствием. Второе. Мольба, дуа ко Всевышнему. Когда приближается Рамадан, мусульманину следует молить Всевышнего о том, чтобы он даровал ему силу и здоровье поститься весь месяц наилучшим образом, чтобы верующий мог совершить все виды поклонения, приближающие его к Господу миров. Третье. Хвала и благодарность Господу. Каждый раб Божий обязан воздавать хвалу Всевышнему за то, что получил еще один шанс дожить до Рамадана в полном здравии, имеет возможность поститься и совершать другие богослужения. Это великая милость от Всевышнего верующим, и каждому следует воспользоваться ею, совершая как можно больше благих дел. Четвертое. Проявление радости. Верующим следует проявлять искреннюю радость по случаю наступления Рамадана, ибо этот месяц содержит бесчисленное количество благ. Этот месяц бесподобный. В нем прощаются грехи и удваиваются благие поступки. Пятое. Составление плана на месяц Рамадан. Для любого важного дела должен быть составлен план действий. Включите сюда как обязательные, так и желательные дополнительные деяния. Ведь будет проще не забыть и выполнить все, что вы хотите, если перед глазами будет готовая программа и список. Приучайтесь к строгому распорядку дня. Это как ходить в магазин с готовым списком продуктов. Список должен касаться каждого аспекта вашей жизни. Ваших отношений со Всевышним, знаний, деятельности, добровольных работ, общества, уммы, родственников, друзей, семьи и здоровья, совершенствования нравы и так далее. Когда у вас будет готовый список и план действий, приложите к каждому действию искренние намерения и ждите начала Рамадана сознанием того, какой деятельностью себя занять. И самое важное, старайтесь не тратить драгоценное время Священного Месяца впустую. Откажитесь от всего, что сбивает наш настрой и затрудняет пост. Один из реальных способов облегчить себе ношу, дабы пост не превращался в психологическую каторгу, когда ты постоянно переводишь взгляд с холодильника на часы и обратно, это так называемый режим экономии энергии. Лишние разговоры, походы в ненужные места, пролистывание соцсетей, все это высасывает энергию. Если есть возможность куда-то не идти, не идите. Если есть вариант что-то не говорить, не говорите. Можете что-то не предпринимать, не предпринимайте. И так далее. Внедряйте в жизнь то, что облегчает соблюдение поста и может нас мотивировать, духовно обогатить. Отказываться следует в первую очередь от всего бесполезного, от пустого времяпрепровождения и до всего того, в чем есть хотя бы элемент греха. Искренне верующий человек совершает поклонения и благие деяния только ради довольства Аллаха. Это интересная и глубокая тема, и касается она не только месяца Рамадан и поста. Это скорее альтернативная ментальность и образ жизни. Рамадан – это возможность для мусульманина пересмотреть свое отношение к жизни и правильно расставить приоритеты. Такую возможность верующий не должен упускать. Перед наступлением Рамадана нужно настроить сердце на совершение добрых поступков. Да поможет нам Всевышний. Как правильно питаться в месяц Рамадан? Если говорить о питании, то стоит соблюсти также несколько простых правил, и пост для вас совершенно легко переносим. Самое первое правило для постящихся людей и даже не соблюдающих пост – избегать переедания и полного заполнения желудка. После обильного приема пищи значительно труднее устоять и не пойти на боковую, затем пропустив сухур. Организм переевшего человека испытывает реальный перегруз и во время сна не дает ему полноценно расслабиться, так как должен перерабатывать пищу в режиме нон-стоп. Отсюда абсолютно разбитое и тягучее, как паутина, пробуждение вялость на весь день. Не стоит делать месяц Рамадан месяцем переедания и месяцем культа еды. Пусть еда на сухур и ифтар в священный месяц станет источником дополнительного поклонения для вас. То есть мы должны питаться только для того, чтобы были силы для поклонения. Второе правило – правильный подбор продуктов на ифтар и сухур. После продолжительного поста не стоит моментально налегать на еду. Достаточно трех фиников и стакана воды для того, чтобы желудок получил сигнал и начал нормально функционировать. Резкий прием большого объема пищи может привести к ухудшению состояния здоровья в целом, а не только к подрыву желудочно-кишечного тракта. Организм как машина, которую нужно завести, прогреть и только потом отправляться в путь. Сначала необходимо уменьшить потребность организма в жидкости. Для этого прекрасно подойдут суп, айран, компот или молоко. Они заполнят пустоту в желудке и на первое время избавят от резкого чувства голода. Не забывайте про овощи, орехи, фрукты и хлеб. На сухур лучше всего кушать яйца, варенье, сыр, овсяную кашу, грецкие орехи, хлеб, бананы и другие фрукты. Третье правило, но не менее важное – вода, а точнее жидкость. Лучше всего пить зеленый чай, слегка подсоленную воду, стараться не пить газированные напитки, избегать очень холодных и сладких. Надеемся, что эта небольшая подборка простейших правил поможет вам избежать возникновения трудностей физического соблюдения поста. Однако не забывайте, что пост – это не только отказ от еды и воды. Пост, в первую очередь, – это очищение души. И напоследок, очень важный совет и мне, и вам. Дорогие друзья, давайте перед началом Рамадана простим всех тех, кто обидел нас. Зачем это делать? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, как это передается в сборнике имама-муслима, «Итогом прощения ошибок других является то, что Аллах добавляет простившему еще большего величия. Прощайте людей, которые ущемили вас чем-либо». Прощение людей – одно из наиболее великих благих дел, которые приводят человека в рай. Где бы и когда вы ни находились, совершайте благие дела. Помогайте всем, не только себе и своим близким. Молите Всевышнего о прощении и помните, Всевышний слышит все наши просьбы. Да примет Всевышний наши посты и благие деяния, и да сделает Он этот месяц Рамадан прекрасным для всех нас. Аминь. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поддержите, пожалуйста, наш канал. Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с семьей и друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok